И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной видеоролик, игровой, связанный с легендарным Маршалом. Первый выпуск по данному аккаунту за столь долгое время у нас появился, буквально где-то пару-тройку дней назад. Вы его очень сильно поддержали, замотивировали меня, вам понравился данный аккаунт. Многие увидели его впервые, кто-то знал об этом аккаунте, но давным-давно не видел, чтобы я на нём играл. Вы поставили довольно большое количество лайков, я всё это дело, конечно же, ценю. И если вам будет нравиться, продолжает вообще интересовать данный интересный, замечательный аккаунт, то обязательно, друзья, не забывайте прожимать лайк даже на данный видеоролик, писать в комментариях. Какие-то интересные, возможно, вещи сегодня, в связи с тем, что я катал до этого на страйкере, покатаем на молоте. И запишем два интересных боя на данном аккаунте, посмотрим, что я смогу вообще здесь показать. Как я уже говорил в предыдущем видеоролике, этот аккаунт является, ну, сверх жёстко прокачанным, как по мне, для такого звания. Понятное дело, что если ты там донатер жёсткий, то у тебя может быть на таком звании ещё больше крутого нагибаторского вооружения. Но, как я считаю, данного вооружения вполне достаточно для полноценной игры, для выноса легенд. И я надеюсь, что сегодня нам удастся запикаться в катке, где будут играть не мои звания, а где будут играть именно легенды, дабы мы в очередной раз смогли показать, доказать, что Маршал способен спокойнейшим образом разваливать легенд без особых проблем. Что касаемо режимов, то я думаю, что сегодня остановимся на контроле точек на захвате флагов. В предыдущий раз я не успел довыполнять данные заданки, поэтому сегодня мы их довыполняем, дабы, ну, кристаллики, может быть, ещё что-то здесь прибавлялось на данный аккаунт. Тоже, в принципе, будет неплохо. Хотя, честно говоря, даже вне стримов ничего такого я на этот аккаунт не захожу. И, к слову, я вижу очень большое количество контейнеров, поэтому, если вы поддержите, то, может быть, даже в следующий раз мы просто на этом аккаунте откроем контейнеры. Я даже, честно говоря, вот сейчас открыл и не знал о том, что у меня здесь имеется такое большое количество контейнеров, поэтому в ваших руках всё это дело, конечно же, записать, поддержать, и я сделаю данный видеоролик. Так, ну и начнём давайте с контроля точек. Вторую катку сыграем тогда в захвате флага. Мы посмотрим, что нам вообще кинет. Надеюсь, что будет что-то интересное, замечательное. Надеюсь, без больших карт. Всё-таки я выбрал молот. Что касаемо страйкера, я в предыдущем видеоролике уже очень много чего рассказал интересного. Надеюсь, что в скором времени наконец-таки апнут данную пушку, вернут ей стал старую былую мощь, и, возможно-таки, видеоролики на страйкере начнут выходить намного-намного чаще, и намного интереснее они будут получаться. Так, что у меня получается тут? Я не понял, это что? Я жму таб, я жму всё, что можно, но у меня ничего не появляется. Кто-то мне уже говорил о таких проблемах. Их как-то можно решить. Так, а панель верхняя? Панель верхняя почему-то не появляется. Я жму на таб, по идее, после таба должна появиться верхняя панель. Играть без верхней панели, что ли? А, ещё и без... Блин, я уничтожил противника. Как мне сделать, чтобы у меня верхняя панель появилась? Если я не хочу обновляться. Если я не хочу обновляться, как мне сделать, чтобы у меня появилась верхняя панель? Ну ладно. Давайте, наверное, всё-таки пойдём обновимся. Сейчас этого нагибатора убьём. Надеюсь, что у меня просто сейчас будет всё хорошо. Я сталкивался уже с подобным багом, лагом. Говорил, что это за ерунда. И вы мне писали, что это как-то можно чисто так пофиксить. Табами. Чуть-чуть там гаражом. Перекликнуться туда-сюда. И всё появляется. Но сейчас как бы меня респануло. А вот верхней панели до сих пор нету. А где моя верхняя панель? Как мне сделать, чтобы появилась моя верхняя панель? Друзья. Я не знаю. У меня опять не респит. Забагованная карта, что ли? Давайте попробуем, может, выйти с неё. А, и выйти даже с ней не могу. Я же мой скейтентр. Карта не появляется. Ещё идёт гром. Я понял. Ну ладно, сейчас, друзья, я быстро решу проблему и вернёмся. Так, ну что, друзья, мы продолжаем. Пришлось мне доиграть всё-таки ту полноценную катку. Потом обновиться, перезагрузиться, дабы я смог уже полноценно запикаться в другую катку. И тут уже всё хорошо. Это был какой-то определённый баг, которого у меня, к слову, раньше не было. Было что-то подобное. Но в скором времени оно пропало. Сейчас же опять у меня оно появилось. И я замечал, что были такие моменты в боях, когда игроки не могли там прогрузиться, не могли ничего сделать. Им приходилось выходить в эти катки. Потом уже никто не мог запикиваться. И сейчас я с этой ситуацией столкнулся. Что вы вообще думаете по этому поводу, тоже напишите. Если у вас встречалась такая ситуация, как вы её вообще разрешали в свою пользу. И что вы вообще делали, дабы потом полноценно у вас всё показывало. Я как бы не смог полноценно как-то избавиться от этой проблемы. Мне пришлось закончить бой. Закрыть всё полностью. И обновиться, дабы проблемы этой не было. Ну ладно. Мы возвращаемся к катке. Я вижу здесь гауссу с устройством. Такой вот нагибаторский васпик, который меня уже дважды нагнул. У меня не получилось ничего ему противопоставить. Сейчас я попытаюсь как-то сыграть более грамотно, более разумно, наверное, против такого игрока. Если он будет сводиться. Сейчас что-то как-то он не сводится. Он мог... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сбить. Ещё. А, ну, сомничтожился. Ну ладно. Главное его, конечно, сливать в такой ситуации, чтобы я сумел себе потом нарку перезагрузить. Чтобы она у меня уже появилась. Потому что если я буду без нарки, и он меня будет... Ну, если я его не буду сливать, то он меня будет, соответственно, быстро очень нагибать. Мне ничего не будет получаться с ним сделать. Ну и, кстати, если бы я сейчас бы играл на каком-нибудь защитнике или бустере, я мог бы полноценную эту нарку бы сразу же сходу включить. А так как я играю на штурмовике, и меня гаусс отправляет на полный кулдаун расходки, то я ничего с этим сделать не могу. И это очень печально, если честно. Надеюсь, сейчас я верну флажочек. Потому что здесь Изида как-то очень плохо сыграла. Так, возврат есть. Ну и первая доставка, наверное, будет. Я очень сильно хотел, чтобы меня кинуло к легендам, но вы видите, что меня уже вторую катку подряд кидает к моим званиям. Это, наверное, для такого видеоролика не есть хорошо. Потому что на своих званиях мне очень просто играть. Здесь нет вообще никакой сложности. Даже при том раскладе то, что я отлично понимаю, что на таких званиях могут играть такие же, как я, фулл прокаченные игроки. Но все же их не такое большое количество. Соответственно, мне в этом плане играть намного-таки, намного-таки проще, нежели игрокам, которые имеют не такой большой, богатый, во-первых, опыт. А во-вторых, не имеют такого должного, большого и интересного разнообразного вооружения в плане модулей, в плане прокачек. Поэтому мне здесь немножечко проще. Поэтому я хотел, естественно, записать видеоролик именно с легендами, с теми ребятами, которыми я играю на основном своем аккаунте. Но, к сожалению, вы видите, меня не запикало. И в очередной раз у меня вся вот эта вот проблема. Сталкиваюсь я всегда постоянно с ней, с тем, что я не знаю, когда прожимать на данном викинге овердрайв. Я привык прожимать, как я уже говорил в предыдущем видосе, на большое количество танков овер. Но никак не в те моменты, когда там стоит какой-то один противник, там два противника. Я, ну, такой игрок. Но я не могу просто взять и прожать овер, когда там один танк. Ну, мне вот даже не позволяет, ничего мне не позволяет взять и просто прожать овердрайв, когда я не вижу должного большого количества противника в одной зоне. Поэтому я зачастую играю постоянно с этим овером, постоянно с ним... Ну, ладно, сейчас я прожму, потому что он может поместить во что противника. А, он бежит. Знает ли он, что у меня... Ну, блин, он знает. Зараза. Зараза. Вот зараза. Вот зараза. Смотрите, что делать. Смотрите, что делать. Нифига он хитрый. А, у него показывало, да, где я нахожусь. Походу, кто-то из его команды был с овердрайвом на харьках. Ну, обманул меня, обманул. Говорил, что тут какие-то ненагибаторы играют. Ну, фига, если меня просто как лоха вокруг пальца обвели, я не смог ничего сделать. Ну, а ничего страшного. Хорошо, едем дальше. Гауссёночек тут какой-то имеется. Кстати, у меня от Гаусса резиста нету на этом аккаунте. Было бы неплохо, наверное, приобрести все-таки на этом аккаунте резист от Гаусса. Но сейчас можно сделать уже возвратик флажка. Мне тоже сбил! Ну, я думал, до меня не дотянется. Он до меня тоже дотянулся. Избил мне расходку. Я даже притормозил, постоял. Думал, ничего не дотянет. Ой-ой-ой-ой. Ой, хорошо, минка сработала. Айриса все равно меня нарез понесла. Еще и противник ведет флаг. Надо что-то наш вернул? Вернет он там, не вернет? Скорее всего, ничего там не вернет. Или вернул? Ух, блин, красавчик, вернул флаг. Я уж думал, он не сможет ничего там сделать. Ай-яй-яй, давай урон, урон, урон. Еще урон. Надо было дойти. Оп, отличное сбитие. К сожалению, есть проблема, наверное, для записи постоянных видеороликов на данном аккаунте с тем, что у меня не такое большое количество разнообразных интересных вооружений. Возможно, в дальнейшем я себе смогу прикупить здесь что-то новое, но это точно будет не в ближайшее время. И поэтому здесь все останавливается именно на страйкере и на молоте. Но даже с этими двумя вооружениями, я думаю, что можно будет что-то интересное позаписывать. Ну и также, например, к слову, поиграть в режиме джаггернаута. Если вы хотите, то пишите тоже по этому поводу в комментариях. Посмотрим вообще, что происходит на этих званиях в режиме джаггернаута. Легко ли здесь вообще набивать опыт, потому что я записывал очень много видосов по джаггеру. Ой, как я сейчас промазал-то плохо. Лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям. Надо не дать доставить. Ай, еще раз. Ну что это такое еще? Меня не бесправляет, боже, как лоха педального. Надо рассмотреть данный аккаунт в джаггернауте. Посмотреть вообще, насколько просто там можно набивать опыт. И мне кажется, что с этого тоже может что-то интересное выйти. Получится посмотреть, можно ли, например, набить там тысячу опыта. Если можно будет, то это будет очень даже круто, достойно и нагибаторски. Если же нет, то, ну, немножко грустно, печально. А так, в принципе, нужно, конечно же, все это дело рассмотреть и попробовать. Тридцать секунд остается до конца. Не сказать, что у меня получилось сыграть в этой катке хорошо. Потому что тут как-то, как-то, как-то какими-то моментами получались делать, ну, не совсем, наверное, грамотные, качественные мувы. Плюс еще этот минус досадный. Птечки у меня нету. Времени до доставки, ну, тоже нет. К сожалению, это 1-1. И даже то, что я здесь как бы на первом месте, как бы с 300 очками, это типа круто. Я считаю, что для моего аккаунта это очень и очень мало. Здесь можно было набить в 2 раза так точно больше опыта и полноценно выигрывать бой. Я, может быть, чуть-чуть перебалаболил. Может, где-то чуть-чуть не свезло, не повезло. Ну, так вот как-то данная катка закончилась. Ну, и пикать нас на песочек. Начатый песок. Я же сказал бы, что это очень хороший песок в плане катки, в которой можно заработать опыт. Но все же я уже, как и в начале, сказал, что данный аккаунт должен конкурировать исключительно с легендами. Если я буду играть со своими званиями, то здесь будет все очень и очень просто. И я вам попытаюсь в этой катке все это дело, конечно же, и показать. Вы увидите 300 очков опыта у первого места. 300 очков опыта, повторюсь. 3 минуты до конца. Давайте попробуем максимально грамотно, качественно сыграть. И попробовать забрать первое место. Просто попробовать забрать первое место. Посмотрим, получится у меня это сделать, не получится. По резистам, что у нас там? Жига, жига, тринс, рельса, смока. Ну, в принципе, у меня резист, наверное, нормальный. Гром там тоже есть. Поэтому дефолтный резист на маршалах. Жига, рельса, гром. Берите на заметку, работает очень и очень эффективно. Потому что первые вооружения и появляются. Прокаченные это рельсы, гром и жига на таких званиях. Поэтому здесь все стандартно и дефолтно. Но, с моей стороны. И вот на этой карте, к слову, здесь надо будет прожимать очень быстрые овердрайвы. В связи с тем, что зона респов в одной точке находится. Это значит, что я смогу очень быстро и легко реализовать свой овердрайв. Но вот по ДДшке... А, ДДшка у меня будет. Это же... Нет, не будет. У меня ДД. Не понял. Не понял. Ну ладно, оверхожем. А, появился. Супер. Точно. Даже килл дал. Тогда потом расходка входит с кулдауна. Все замечательно. Все замечательно. В этом плане... Блин, ты это же подождал? И все равно 0 урона выписал. Блин, что-то как-то... Как-то я подздал ее позиции уже, друзья, если честно. Так, 20% овердрайва. Еще плюс килл. Давайте попробуем, попробуем повыкручивать. Повыкручивать. Вот это ваншот, ну интересно. Не, ваншот не прилетает. 2300 я даю, и он выживает. ХП, наверное, у этого танка где-то около 2500, наверное, тысяч. Не больше точно. Больше у него быть не может. Так, одна минутка до конца, и катка досрочно не завершится. Это очень хорошо, что досрочки здесь не будет. Вот я смогу еще полноценно здесь опыта поднабить. Уже потихо и вылазим на третье место. Но наша цель первая. Еще минутка имеется. Ох, как сейчас. Не надо было мне, конечно, вот этот получать стопчик. Потому что из-за него я сейчас потерял лишнее время и лишний опыт. Но еще один полноценный овердрайв в данном бою, я думаю, что я смогу прожать. Поэтому давайте пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Поехать сюда на центр. 80% у меня имеется. Блин, плюс килл не дал, жалко. Жалко, 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 жалко. И меня уже по месту начинают чуть-чуть обходить. Так, овер есть. Остается 20 секунд до конца. Танки там только-только респятся. Это значит, что я по ноль урона буду бить. То есть сейчас можно, в принципе, прожать. Ох, главное выжить, главное выжить. Главное, главное, главное выжить. Хорошо. Плюс 4 килла. 400 опыта. 10 секунд до конца. Ну, к сожалению, к сожалению, до первого места я дотянуться не успел. Но за 3 минуты. За 3 минуты, друзья. Я в прошлой катке за 7 минут поднял меньше 300 опыта. В этой катке 380 за 3 минуты. Вы чувствуете разницу. И вот почему я в предыдущем бою сказал то, что маленькое количество опыта я набил. Ну, может быть, конечно, немножко это зависело тоже от карты, от режима. Но все же вы видите, насколько большой потенциал у данного аккаунта имеется. Все-таки очень хорошие прокачки. Что касаемо резистов, что касаемо вооружения. И можно его полноценно эффективно использовать. И за счет такого грамотного вооружения на маршале, ну, можно просто разваливать легенд, как я уже сказал. И соревноваться именно с ними. Пробовать, кошмарить, нагибать. Но сегодня получилось поиграть только со своими званиями. И вы видите, что на своих званиях показывает данный маршал. Если вам понравился данный видеоролик, как я уже сказал, обязательно не забывайте прожимать лайк. Оформлять подписочку на канал. Ну и также, друзья, сейчас у нас уже перевели время. Это значит, что мы возвращаемся на старый график. Кто помнит, кто смотрит давно, кто приходит на стримы. Теперь у нас стримы будут уже не в 22 вечера по московскому времени, а в 21. Поэтому, возможно, для кого-то это будет новостью. Для кого-то, может быть, это будет ничем удивительным. Но стримы у нас теперь проходят вечером в 21 по МСК. Буду вас ждать. Приходите, проведем довольно-таки интересное время. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.